Игнатий Тихонович? Да. А что вас не видно? Сейчас я сделаю. Сейчас видно? Так видно. Вот у меня вопросы вот некоторые по Библии. Апостол Павел говорит в первом послании к Олимпинам в шестой главе. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Это каких ангелов будут судить? Бесы, падшие с неба ангелы, которые превратились в демонов и которые искушали людей. А их зачем судить? Ну, затем доказать, что действительно они это делали. У нас как говорят? Ой, я не сам делал, ты меня искусил, сатана. Вот там будет выявлено, сам ты делал или сатана искусил. А они-то тоже будут допрошены, решается их вечная участь. Если написано, значит вопросов никаких нет. Даже если мы не будем знать, что они, почему написано. Написано, я принял. А уже доказательств никаких может и не быть. Господь сказал и все. А вот у Экклесиаста в седьмой главе вот такие слова. Чего еще искала душа моя и я не нашел? Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между ними не нашел. Это как? Вообще женщин нет нормальных, что ли? Так, минуточку я тут опущу. А то сильно светит на лицо. Что он нашел? Мы скажем так, в женщинах он разбирался? Соломон. Это Экклесиаст пишет. Ну, Экклесиаст это Соломон. А. Ну, первый стих откройте этой книге. Открывайте. Первая глава, первый стих. Экклесиаста. Что там прочитаем? Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя Верусалиме. Давайте прочитайте, ага. Ну, а Давида какой сын, который был царем Верусалиме? У Давыда. Ну, а Соломон больше другого не было. То есть, вот он так про женщин сказал. Это проповедник означает проповедник. Если вы будете проповедовать, ходить к Христа, вы являетесь Экклесиастом. Слова проповедника. Сына Давидова, царя Верусалиме. Все. Дальше слушаю. Вот Иоанн Златоуст о посте говорит. Пост есть лекарство. Но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно. Часто бывает бесполезным. Для того, кто не знает, как им пользоваться. Нужно знать и то, в какое время должно принимать его. Какое количество. Телосложение. Того, кто принимает. И свойства страны. Время года. В общем, все. Вот он почему тут так индивидуально подходит. То есть, он не категорично заявляет, что ты все, постись по канонам. То есть, нужно рассматривать человека. Может, он совсем худенький. То есть, ему вообще нельзя поститься. Никак. Мы не закончили вопрос по экклесиасту. Он говорит, что из мужчин одного хотя бы нашел. А из женщин вообще ни одной. Почему? Самые хитрые создания, самые, которые могут изменить свое, говорит, отношение, это женщина и кошка везде рисуют. Одинаковые они. Вот, допустим, женщина любит, чтобы ее гладили. А вот так вот. И у глухонемых, когда вот так показывается, сначала ты не поймешь. Так называется кошка. Даже у них, у глухонемых. Это язык жестов. Почему так? Потому что это же экклесиаст, то есть, Соломон и говорит, и Сирахов об этом. Женщина горьше смерти. В горьше смерти вообще ничего нет. Почему, спрашивается. Нам спрашивать не приходится. Надо факты брать уже. Все мы умираем. Все до одного. Считается, на земле могил, примерно, 100 миллиардов. И все умерли из-за женщины. Как говорит Писание в Библии, говорит, через нее все мы умираем. Так через нее и жизнь вроде как тоже. Через нее все мы умираем. Вы уже считаете. Я не буду добавлять ни одного слова. Если нам Святая Библия говорит об этом, что через женщину все мы умираем, а читаем потом, говорится, о, Адам, третья книга Ездры. Ты не себя погубил только. Мы все с тобой умираем. А почему? Потому что он послушался женщину. Есть женщины, которые намного умнее мужчины. Более выдержанные. Есть такие, встречаются. Но учить мужа не позволяю. Не властвовать над мужем. А это уже определенно для всех. Почему? Доказательства какие? Никаких доказательств. Апостол Павел Корепей мыслит. И он говорит. Не Адам, говорит, согрешил. Но Ева, привестившись Павла преступлением. И любая женщина скажет, а при чем тут Ева? Между нами пять с половиной тысяч лет. Я так не делаю. Я нигде запрета не беру. Я слушаю заповеди Господни. Бог и Его царствуют надо мною. То есть это не имеет никакого значения. Жена-то боится мужа. Все. Муж сержанта, а жена генерал. И она должна бояться его. Это заповедь. И заповедь не обсуждается. Я вот недавно разговаривал. Говорю. Почему ты так часто вопрос задаешь? Почему? Когда это написано. Ну вот на дорогах красный свет. Это метафор говорит. Даже ребенок знает. Это значит тормозни. Переходить дорогу нельзя. Ехать нельзя. А зеленый можно. Почему зеленый и красный во всем мире? Даже простые вещи люди не понимают. Потому что земля окружена атмосферой. Атмосфера поглощает лучи. Есть инфракрасные лучи. Которые видятся. Красный свет за 5 километров. А зеленый за полтора только километра. Нам что важнее? Разрешается или тормознуть надо? Тормознуть. Это иначе смерть будет. И поэтому избрали во всем мире красный свет как семафор. Опасность. Чтоб ты далеко-далеко увидел, что идет поезд. Остановись. Не гони машину под поезд. Себя сметет. Вот так и здесь. Бог нам просемафорил. Нельзя. Гора Гевал и гора Горизим. Гора Гевал и гора Гевал. Помните? Да, да, да. Когда водил Иисус Новин в землю обетованную, перед ними две горы. В долине стоят люди. И теперь повторяют все вместе. Вот есть такой фильм Моисей. Когда он говорит. Не прелюбодействуй. И рядом стоит Мариам. Выходит еще один Аароны. Не прелюбодействуй. Гора Горизим говорит. Если изменяет. Теперь Гера Гевал говорят. Проклят злословящий отца и мать. Это уже гора Гевал. Вот между этим и решают. Злословящий отца и мать смерть и умрет. А Горизим обращается. Что? Чти отца и мать и будешь долголетен на земле заповедь с обетованием. Иная заповедь просто дана, а другая обещание за нее. Долго жить будешь. И вот здесь точно так же нужно рассуждать. Бог сказал. Он смотрел. В женщинах разбирался. Соломон. Не одна жена была. А у него тысяча стоит. Тысяча. И он говорит. Не нашел ни одной. Ну а разве не было хороших? Были хорошие. Он не нашел. Среди красавиц. Среди всех народов. И мы должны так и сказать. Самое опасное, что есть на земле. Самая злобная. Самая хитрая женщина. И хуже ее только мужчина подкаблучник. Как подкаблучник, который такую женщину слушается. То есть это еще хуже. Почему? У него весь женский характер ядовитой змеи. И одновременно еще сила у него есть. Сила у него. Вот это совмещательство, когда мимо проходить нельзя. Вопрос о Соломоне. Именно так и нужно рассуждать. А как в Новом Завете? В Новом Завете по-другому. Благодать рождения Духа Святого преображает. И для нее образец это Божья Матерь. Женщины до апостолы. А у апостолов был кто-то начальник над ними. Это не папа римский. Не папа, а женщина. Над всеми апостолами. А кто? Апостол апостолов. Кто? Мария Магдалина. Она первая прибежала. Она первая получила вращивание. И ты подражай Марии Магдалине. Не Марии Египетской подражай. В пустыню не лезь. А когда муж поступает неправильно, пьяница. Жена занимает кафедру. И когда златоуст говорит о посте, это означает поговорка. Не научи до рука молиться, то он лоб разобьет. Надо знать когда. А я хочу поститься в субботу. Нельзя, церковь запретила. Одна только суббота постная, перед Пасхой. А воскресенье? В воскресенье запрещается, как в пятницу уже вечером. Нет земных поклонов. Суббота, воскресенье поста нету. Даже великий пост. Как? Растительное масло разрешается. Это уже пост нарушен. Вот мы как должны знать. Когда? Сколько? Если, допустим, нам не разрешается даже растительное масло, и иные такие соблюдающие говорят, никому и никогда. Это неправильно. Церковь взяла, я не люблю это слово, экономия. Но здесь это послабление. Оно дает кто? Зело болен. Зело очень. Зело престарел и млад. Или женщина-роженница. Ей разрешается нарушать пост. Как нарушать? Ни молочную, ни рыбу. Часть вина и растительное масло или больше ни на что никто не может разрешить. А то написано разрешено, они не знают, что теперь женщина-роженница, беременная, может молоко, может яйца там. Ей ничего никому не разрешается, даже на смертном адре. Надо научиться четко прочитывать текст и четко его исполнять. Это сказал мой владыка. Вот я знаю, что не евангельское устроение посты, вот Петров пост, он совершенно не нужный. Но! Я православный. Вопрос снятый. Я привожу детей 10 июня. Июня. А уже пост начинается первый день. Дети только месяц у меня в лагере, которые первые приехали. 12 июля, только через месяц, 12 июля пост заканчивается. Что делать они? Чего? Мы строго соблюдаем. Нет растительного масла в среду-пятницу, мы не берем. Разрешается рыба? Покупаем больше рыбы. Халвы там, что разрешается? Умничать не надо. Я докажу легко. Это не евангельский пост. Он появился спустя 400 столетий. Или пост Успенский. Какое-то отношение к великому, оторван. Это все глупости, но он есть. Две недели. И поэтому строжайше исполняй его. В первую очередь, тебя это настраивает на подчинение. Ты чадо православной церкви. И поэтому услышал, принял, все. Господь Иисус будет судить по Слову Божию. А он, ну как, самый главный пост, это Великий пост. Так он, может, на страшном суде-то про другие не спросит? Не знаю. Слушайте внимательно. Что мы не знаем, будет ли о посте спрошено. Я говорю про земное наше бытие. Мы назвались православными. Если мы православные, не надо дурить. Надо строго все исполнять. Положено утренне-вечернее правило. Считай, молись. У нас определенно есть. Если ты не причащаешься, сколько? Вот у нас принято год. Не был на исповеди, не причащается, выходит соглашенными. Это у нас строго исполняется. А сколько раз? Не знаем сколько. Златоуст говорит, не одобряем, говорит. Не счастное причащение, не редкое. А готовность. В русском народе было четыре раза в год. Четыре поста. Каждый пост говеет и причащается. Это и Достоевский пишет, Николай Гоголь. А как человеку отучиться материться? Вот он говорит, что ему легче становится, когда он поматерится хорошо. Ему легче. Как бы разрядиться. Правильно. Он правильно говорит. Почему? Потому что сатана его душит. Сделай мое дело, сделай. Он плененый. И вот, допустим, над ним издевается в плену. Попали там. Ну и говорит, обрежься, иначе убью. Обрежься. Он обрезался, теперь решится. Но теперь с него требуется все остальное. Вот так и сатана. У нас отец пастух был, наш отец Тихон. И он говорит, там один у них такой добродетельный был, благочестивый христианин. Пас коров. И вот он знает, это корова там какой-то вдовы или что-то. Корова обычно в трясину не лезет. Козел полезет. Козлы. А за ними овечки, они тонут. Но тут корова полезла в камыши. И она на тот берег. Зачем? Трава здесь хорошая-то. Он ей, куда ты пошла? Да, миленькая моя, на корову-то. Никакой. Она идет и все. Он мотался, мотался. Да что же делать-то? Да как теперь Агафья-то? Да она с ребятишками без коровы. Ну не может, да Господи, да помоги где-то. И в это время слышит голос босовитый. Зловредный старик, ты только заматерился, она сразу вернулась. То есть он, сатана ее тащит, коровы и ждет, когда он заматерится. Вот и все. Причина-то в чем? Вот знаешь, такой гнев, себя не помню. Идет дверью, стукнет по косякам. Мало того, разобьет что-то. То есть неодушевленные вещи начинает терзать. Зло. Ему легче. А кому от этого легче? Ты, во-первых, грех сделал. За всякое праздное, гнилое слово, ответ будешь на суде держать. Разве это легче будет на суде Божьем? Я вот за основу взял Евангелие Теана 12.48. Не сужу я на слово мое, которое я говорю, оно будет судить. Конечно, по нему надо и жить. По нему. Бог не будет судить нас по нашим постам. Это посты не евангельские. Когда Христос говорил, их не было. Но в апостольские правила 69-е входит Великий пост уже и среда, и пятница. И поэтому даже рассуждать не очень. Надо строго исполнять. Притом, мне пост этот не нужен. Но я у Бога теперь прошу, Господи, сделай, чтобы я это делал с любовью. Я начинаю переживать за ребятишек. Ну, целый месяц. Летнее время. У меня дети активно играют, работают. Ну, пища-то какая. Поэтому я приложил все силы, чтобы всегда была рыба, котлеты, масло. И они даже не замечают, что нет поста. Но он нужен. Он нужен. Почему? Нужен, но по назначению. Когда, говорит, пост был, возложили руки, отправили на проповедь. Петров пост. Для проповеди. А сейчас пост кончается, ничего нет. Вот пост кончился. И в этот день в церкви должны всех миссионеров новых рукополагать. Мужчин и женщин. Чтобы шли на проповедь. Значение поста Петрова только в этом. В этом. Оно имеет определенное назначение. А сегодня этого нет нигде. Ему уже две тысячи лет нету. А я об этом говорю, кричу, что-то новое. Я вообще нового ничего не говорю. Никакого моего учения вообще нигде нету. Я только за то, чтобы нам не мудрствовать. Святые отцы постановили. И, значит, Златоус говорит, пост, знай, когда он вовремя, так и нужно разобраться. Вовремя, тогда, когда церковь установила, и когда у меня какая-то нужда. Я могу сейчас, у меня очень большая нужда. Позвонили, и там неприятность большая, и не знаешь, что делать. Пост и молитва. Все дела прочь. Вот мое оружие. На молитву. И весь сказ. И ты сам почувствуешь, как пыль пойдет со всех сторон. И уже только помолились, и сразу извести. Вы не знаете, кто мне писал? Вот они, говорит, мы... Крыша там прохудилась. Непогода такая. Вот представь, почему мне люди звонят. Ну и решили перекрывать, говорит. И дождь опять идет. А крыша-то раскрытая. Мы не успеваем поставить сейчас стропила и перекрыть. Помолитесь, пожалуйста. А мы сидим... Это мы писали. Вот так. Мы в это время, вы писали. Я еще и спрашиваю. А мы за столом сидим в это время, братья. Мы сразу же встали и начали молиться. Мы все отлично сделали. Да, я... Я это людям рассказываю. Что значит? Надо довериться Богу. Я не думаю, что в это время вы не молились. Вы делали, торопились, но вы тоже молились. Я правильно понял? Да, да, да. Ну вот так. Я вот верю в вашу молитву как-то вот она реально действует. Реально? Так мы-то не просто реально. Мы сидели бы, ну давайте мы доедим. Мы сразу все положили, встали за стола и стали молиться. А доедим потом. У нас работа стоит. У нас время было в обрез. Мы все бросили, давайте молиться. Да, вот у вас такая искренность, она как бы такая вот привлекает к вам. Вот вы так всегда что думаете, то и говорите. Да. А вот смотрите, сейчас на корпоративах там даже свадьбы, такие игры проходят с блудным характером. Как вот там придешь, как себя вести? Да никак не ходить туда. Все это сборище лукавых. Зачем тебе ходить туда? У меня мама, мама моя, Мария Егоровна, она, жили в Апрунсе когда, она там в деревне, в Воронцовке-то. И вот ее пригласили на баптистскую свадьбу, знакомая баптиста-то. Пойти, не пойти, я никогда не видела, как у них. Она пошла. И от она видит, как молодым дарят Библию святую, как все тихо, мирно, как поют такие хорошие псалмы, какие подарки дают, какие наставления дают там. Ну, по их-то пресвитер, но для нас-то он не пресвитер. И в этот же день ее пригласили на православную свадьбу. Но у мамы нашей 12 ребятишек нас, живых только 10 было, 5 сыновей, 5 дочерей, мать-героиня-то. Но она решила увидеть. Вот она побыла на православной-то. И вот пришла, автобус пока придет, ехать ей туда в деревню, ой-ой-ой, полежит. Ой-ой-ой, да как у нас все это не так-то, а там? Она один раз за всю жизнь была у баптистов, и она уже все. Она поняла, что так надо делать. У православных, как у баптистов. Ни одного пьяного, никакого топота. Все чинно, чисто, возвышенно. Песнопения какие. Какие они все стоят, красивые. Ну и вот и все. Не надо агитировать ничего. Жизнью надо подтвердить это так. Вот мы, допустим, ну, люди нашего окружения, где у нас нет вина никакого. Но, когда свадьба, мы не можем как православное, чтобы не было. Поэтому ставятся родственники, которые, ну, с их стороны бывают, у жениха, невесты. И все. Мы не прикасаемся. На которые там желают налить, почему? Кана Галилейская, бракосочетание. И перед венцом дают там чашу выпить. Но мы вообще, вот я, допустим, и друзья мои, мы в рот не берем ни пива, ни брашки, ничего нигде, ни одного грамма. Не потому, что нельзя, а потому, что много пьяных. Мы православные, в первую очередь, христиане мы, христиане. Зачем я разум буду продавать за деньги? А вино грех? Нет, не грех. Пьянство грех. Это и златоусы все говорят. Да и так понятно. К Тимофею говорит, впредь пей немного вина, ради немощи твоего желудка, стомаха. Вот в четвертой главе, в первом послании Тимофею, говорится о том, чтобы человек вникал в себя и в учение. И постоянно этим занимался. Вот это как вникать в себя? Страсти в себе обнаруживать? Главенствующие, да, наверное? Я сейчас буду отвечать, я сразу не сказал. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Все. Потому что если против, я закрываю, отключаюсь. Зачем? Мы говорим о добром, людям это полезно слушать. Вот. У православных это нельзя выполнить. В себя их учат смотреть, и только потому, что ему скажет батюшка. А батюшка часто все не может сказать. Он не знает. Ты должен научиться себя исследовать. Это относится к рожденному свыше. А об этом рождении свыше вообще речи нет. И вот, допустим, эталон дам писания. А вот это твой образ запачканный. Что у тебя есть? И ты смотри и сравнивай. Вникая в себя и в учение. О, вот говорит, писание так, а у меня этого нет. Писание говорит, исследуйте писание. Иоанна 5,39. А как его исследовать, когда Библии в народе не было? Ее вообще не знали. Евангелия не было. Перевели только в 1876 году. Ну, тысячу лет на России. Фактически, там, 900 лет прошло, и Евангелия не дали. Как? Это невыполнимо было. А когда ты знаешь, ты каждый день можешь сравнивать. Вот что-то не так сделал, тебе любой может сказать. А в Библии разве так написано? И все. Вот. А кому помогать? Вот сейчас-то бывает милостынь. У меня есть материал к истинному православию к ней. Я милостыню. Кому помогать? Смотри. Добродетели покажи рассудительность. Кому помогать? Сидит бомж. Пьяный. И ему подают возле церкви. Зачем подаете? Он здоровый, крепкий мужик. Он может работать. У меня такие были люди. Я никогда не могу дать. Почему? А это житие святого Нифонта. Он шел, а там играет, там, поясничает какой-то Задворнов или Райкин. Ну, тогдашние люди, конечно. Вот. И он подал им. И тут же открывает Господь. Вот эта монета, которую отдал, демон сразу отнес и сатане положил в руки. Это наш человек. Он наш. Он нас поддерживает. Златоуст говорит, да это не только у него сказано, что если бы не подали, не подавали тем кривлякам-то, они бы никогда не входили и никаких театров бы не было. Я в театр не хожу. Ну, поступайте, как я. А что вы на себя показываете? Это прямое указание Божье. Мы в городе на вершине горы. И Павел постоянно говорит, подражайте мне, как я Христу, и тем, которые по этому образу живут. А то, а как ты можешь сказать, познакомился? Я грешен, многогрешен. Ой, я такой блудник. Ой, я такой. То есть, бывает, действительно он такой, но другому-то это зачем? И как он может тебе подражать? Он говорит, блудник. Я без тебя блужу. Ой, я вор. Да я без тебя ворую. А ты должен сказать, подражайте мне, как я Христу. А ты говоришь, подражайте мне, как я дьяволу подражаю. Ну, давайте до конца договорим. А можно разискаться? Да так, можно. Вот у меня знакомый, у него тоже восемь сыновей и две дочери. Ну, дети там что-то начали. Он говорит, вы сначала достигнете до моего уровня, а потом старайтесь выше взять. Он постник, молитвенник, благовестник. Десять ребятишек. Трудяга из трудяга. Работает. Ну, представь, восемь сыновей. И у него определенно, этот человек приговорен был к расстрелу в советское время. За слово Божие. Ну, ходатайствовать не согласился, пошел на расстрел. И сами заменили ему. У него 35 лет фактически, 25 и 10 там накрутили. А тут Сталин умер. Говорят, соскопытилось чудовище-то. И через два года, четыре месяца его освободили. Игнать Тихонович, вот еще такой вопрос. Некоторые люди говорят, что Иисус Христос в Евангелии нигде не называл себя Богом. Называл? Ну да, вот я и думаю. Вот Евангелие от Иоанна, глава восьмая. Вот. Тогда сказали ему, кто же ты? И Иисус сказал им, от начала сущий. Это же Иегова? Конечно. Хорошо. А если первые стихи возьмем, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. У Бога был Бог. А дальше апостол Павел говорит, что сущий над всем Бог. Сущий над всем Бог. Христа называют. Что еще нужно-то? Он себя не называл. А евреи это так и понимали. Кем ты делаешь себя? Ну, они-то его распяли-то именно за это. За то, что... Они-то его правильно поняли. Не за то хотим побить тебя, а за то, что ты себя делаешь равным Богу. Они прямо говорят, а равным Богу только Бог может быть не творение. Не за то хотим тебя побить камнями. Помните? Да, 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 да. Да хопричина-то какая? Ну? А вот говорят, что... Давайте докончим-то. Вот. Ну, несколько моментов. Иоанна, 10 глава, 31 стих. 10-31. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им. Много добрых дел я показал вам от Отца Моего. За которые из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ. Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будущий человек, делаешь себя Богом. Это не один, не два. А Христос, если так, он сказал, да где я делаю? Да я не Бог совсем. Будущий человек, делаешь себя Богом. Из-за этого хотели побить его. То есть он неоднократно и постоянно им это говорил. Откуда они это взяли? Ты что делаешь себя Богом-то? И Христос это не стал опровергать. А Господь Иисус отвечал им. Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги. Если Он назвал Богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писанием, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца Моего, не верьте мне. Если я творю, то когда вы не верите мне, то верьте делам моим, делам, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от руки. Вот и ответ. Он именно так и говорил. А скажите, в какой момент зло появилось? Зло вообще вот. Зло? Да. Это вопрос очень трудный. И на него ответ дает Иоанн Златоуст. Понимаете? Священное Писание не дает ответа. Как бы. А я сейчас опять по Писанию покажу, где где-то. Минутку. Так. Первая Тимофея, 3 глава, 7 стих. Ну, чтобы понятно было, о чем в этой главе говорится, маленько повыше возьмем. Не должно быть из новообращенных, не должен быть, чтобы не возгордился, это когда в 3-5 раз ставят священники, и не подпал осуждению с дьяволом. Не возгордился. То есть гордость и дьявол связаны. Вот где ответ. Это единственное место в Библии, на которое Златоуст обращает внимание. От чего пал дьявол? Зло-то возродило, освящало в него. Не подпал осуждению с дьяволом. То есть особенно этому греху подвержены священники. Священники особенно. Его нельзя рано ставить. А их до 30 лет ставят, и они теперь неизвестно кому служат. Они безобразничают. Они что попало делают? Вот на меня сейчас нападают, которые под именем священника. Они с этим связаны. У них образа даже Божия нет. Они говорят, что вы интернет-пространство захватываете. Вас обвиняют. Ну, что именно? Так вы вроде не захватываете. А как я могу захватывать? Я вообще никакого отношения не имею к захватчикам. Вы видите, как я работаю? В поте, в грязи все лето. Да, да. Вы же в московскую патриархию всех отсылаете. Ну, да, да. Да, да. Одного. Не одного. За 53 год. Это что-то стоит. Так что я потому говорю, что люди, которые находятся там, они очень подвержены, вот, уязвимые этому злу. Зависти, злобе, мстительности. Это все в их среде, в первую очередь. Это как-то у евреев было такое мнение, что если лицемерие 10 частей в мире разбить на 10 частей, вот 10, то 9 частей находятся в Иерусалиме. И сегодня сказать, что если 10 частей зла, вот это корысти, трусости, вот это злонравия, мстительности, бездарности, 10 частей по всего это взять, то 9 частей находятся именно среди тех, которые думают, что они христиане. И среди священства, в первую очередь. Вот как. А как вот мужчине стать настоящим, настоящей главой в семье? Вот чтобы без деспотизма к жене, а вот он же должен ее нравственно покорить, жену, тогда она будет его слушаться. Интересно. Я только что обратился, Библию это еще не все и просчитал, он, через которого дали мне Библию считать, Михаил звать, он пришел и говорит, я сейчас у своих был здесь, но у них маленький пацаненок, тоже Миша. И он, говорит, открыл Библию, а считать уже умеет, и говорит, смотри, дядя Миша, какая у нас Библия хорошая, написано, родители, не раздражайте детей, не раздражайте детей. Он говорит, так, хорошая Библия у вас. Взял, открылся, он говорит, не жалею розги, наказывая сына чаще. Ребенок прочитал, закрыл Библию, а вот дядя Миша, у тебя Библия плохая. Библия-то плохая, а вот та хорошая, вот так две женщины. Я женщинам стал рассказывать, а они знают только одно, люби, главное заповедь люби. Ну, я стал читать про женщину, какие они есть, какие злонравные, Соломон, что говорит, Серахов, да вы что-то, женоненавистники какие-то, да что у вас за Библия такая. Так я говорю, вы же из Библии говорили, любить-то. Надо все это смотреть и соразмерять. Ты не ищи, когда тебя любят, а только вопрос задавай, любишь ли ты. Не выискивай, когда против тебя поступили несправедливо. Нам не сказано, что на земле мы встретим справедливость. На земле мы ищем милость Божию. Несправедливость, она во всех концах вселенной. И ты, если в одном месте ее не возлюбил, пошел в другое, оно тебя там уже поджидать будет у порога. Ты все время научись радоваться, непрестанно радуйтесь. Вот такой муж, он не такой, у других совсем никакого нету. И все заглохло. А то не успеет муж умереть, как уже ищет другого. Или у него жена мучился с нею, только умерла. Глядишь, опять. Один, говорит, на кладбище идет и видит, один там рыдает, прямо, ой-ой-ой, да тебе жить, да жить, да ты так рано умер. Он подошел, говорит, что это брат родной, наверное. Он говорит, да нет, это первый муж моей жены. Он на могиле у него рыдает. Такая, говорит, досталась у нее. Если бы он не умер, так она бы мне не досталась. Скажите, а вот с человеком начинаешь говорить, например, о духовном, и он совсем не может слушать о Боге. Это что значит? Вот не может вообще, он в гнев впадает. Во-первых, мы можем ошибиться в суждении, но предположительно душа оккупирована дьяволом. Потому что человек, творение Божие, не дьявола. Ему должно быть радость, а слышать о Боге. Мария сидела у ног Христа и слагала. Самарянка Фатина, как ее зовут, Светлана, услышала, и она всему городу рассказала. И первый вопрос она начала задавать, как богослов. Говорят, иудеи там, а где поклоняться? Не на той, не на этой горе. Это Бог ей открывает. Эта душа оккупирована сатаною. Но если он умрет в этом закоснении, это значит, он не был прописан на небе. Он не был избран. Он не избран. И поэтому нужно научиться никогда не спорить. Вы засвидетельствовали? Человек, как веришься. Титу 3.10. После первого, второго вразумления отвращайся. После вразумления. Не просто говорит, а ты его вразумляешь, наставляешь. А он отвергает. Отойди от него. Да я научу Игнатий Бричининов говорить, не покусись. Немощной рукой остановите это всемирное зло. Тебя просто сметет. А как почувствовать, что ты избран от Бога? Ну вот смотрите. В детдоме беспризорники. Дети маленькие. И они у всех самая главная забота, желание. Я не говорю мечта, потому что слово мечта имеет всегда отрицательный смысл в Библии. И они к любому льнут. Папа и мама. Вот смотришь судьба человека Шолохова Михаила. Когда они встретились, когда он видит там Ванька-то бегает какой-то, беспризорник. А у него семья погибла, авиабомба попала-то. Ну, Андрей-то, Соколов-то. И он к нему. И он как закрыл. И Вигорь, сынок, сюда. Он глазенки-то вытаращил, маленький, бросился на шею. Ты узнал меня? Он говорит, папка, я узнал тебя, я знал, что ты меня найдешь. И он до конца теперь думает, что это его папка. Почему у него такая жажда была? Как он узнал, что он избран? Да он уже на шее у отца висит-то. Как это не узнать-то? И вот, когда приходят, они выбирают, ну, выбирают, какие там, какая девочка, если я хочу девочку, ну, чтобы была она нормальная. А какая нормальная-то? Ты не знаешь ни родителей, никого, какая в ней кровь течет, какие там гены, не знаешь. Вот, а приезжает, которая, я это слышал, так я с чужого голоса передаю, они приехали там со Скандинавии, это раньше было, сейчас там тоже не так. И говорят, у вас есть дети такие, которых никто никогда не избирает, не выбирает себе? Говорят, да есть, там больные. А что у них? Она подошла, у нее заячья губа. Знаете, все это расширено, там, здесь не так, это что? Да у нее вот это вот, вот так что-то трясет. На ее никто даже не смотрит. А можно ее взять? А можно ее погладить? Погладили, она обняла, они не могут оторвать. Она знала, что она отверженная, пария. И вот они увезли, говорят, мы, говорит, уже 13 операций сделали ей. Я читал про одну, она была в плену, увезли ее во время войны. Я жила у одной немки, Баурши. Ну, там война идет-то. Я, говорит, ненавидела ее, она лютеранка была. До того я, говорит, ее ненавидела. Она меня все время заставляла, а она заикалась, девочка-то. И она ее учила, его возьмете, там, под язык положит, говорит, там, фрау. Она не может, фрау. Наконец стала говорить. У нее с языком что-то неладно было. А это дорогая операция. И она держала поросенка. И этого поросенка, заставляла девочку вот укормить, доставать там, что попало. Когда она выросла, она эту свинью заколола и отвезла профессору, который делает эти операции. И она из нее сделала такую красавицу. Никакого у ней акцента нет. И когда, когда советские-то пришли, она теперь только убеждает ее. Она слышала, немцы говорят в России, там это, ну, в сталинский террор и прочее. Она говорит, нет, ты русская. Мне, доченька моя, мне жалко тебя, но ты поезжай домой. Это родина твоя. И она приехала. Теперь она узнала, что та лютеранка умерла. Для меня лучшего человека в земле не встретилась. Вот как. И поэтому, как узнать избранное? Она поняла, она ее избрала. Она ее полюбила. Ей там плененных дали, чтобы она работала. А она ее приняла как дочь. В день, когда я произносил имя Божие, мне было, может, два года. Я понял уже тогда, я не могу жить, как все люди. Мать Маша ничего не могла рассказать. Евангелия не было. Но есть рай и ад. И она рассказала, пионеры, сынок, нельзя вступать. Тебя там повешают. Ты будешь гореть в огне. Не танцевать нельзя. Нельзя, сынок. На раскаленных углях в аду будешь прыгать-то. Это вот вся проповедь ее была. У нас не было ни одного комсомольца, не было пионера, октября-то. Мы как огня этого боялись. И в конце концов это привело меня к Евангелию. Да будет Мать Моя благословена в вечности. Да. Ну, вроде бы все. Все вопросы пока. Слава Христу. Слава Христу. Ну, если ничего больше нету, копите, что есть. И будьте поласкови с мужем. Знаете, он работает, приходит, где-то не так что-то, ничего этого не замечает. Вот этот Андрей-то Соколов ушел, ахва и говорит, у меня было так, говорит, иду с работы, и улица, говорит, для меня, говорит, узка. Вот так это кащается-то. А я приду домой, она меня уложит, я не помню, утром встану, она ему еще на похмелку даст. Так я, говорит, смотреть на ее не мог. Ирину-то свою. А я знал таких шалап, говорит, шалап, который его пилит и пилит, так он и завтра еще угвоздается, еще хлеще. Надо знать, как выпросить у Бога. Ну, Нонна, слышали такое имя? Нонна. Да. Вот. И у ней муж-то был пьяница. И как она молилась, и наконец он станет христианином и епископом. Вот как. А возьмите это, я говорю про блаженного Августина-то. Он блудник, нажил ребенка там от женщины, и везде там на конские скачки. Она никуда, она везде с ним. И епископ ей сказал, говорит, не может того быть, чтобы чада таких молитв не обратилась к Богу. Это блаженный Августин будет. Научитесь. Она была самая запойная. Вот как Бог делает. Это избрание. И поэтому, вот это, допустим, на меня нападают, сейчас там что-то, где-то говорят, для меня это награда. Они этого не знают. Они исследуют. Я там каких-то святых не признаю. Я сколько их перечисляю за каждой молитвой, то у них за год не бывает здесь. Я перечислять сейчас только буду, если их. И мученики отдельно десять, а на десяти я их повторяю, допустим, сорок мучеников по именам. Сорок святых поминаю, сорок женщин поминаю. То есть, умножь теперь, у меня их там не одна сотня. А они, он святых не признает. Еще должен говорить, Господи, святые знают меня, я знаю их. А они, говорят несправедливо. А справедливо, какая вам награда? А когда несправедливо, награда, радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Я теперь только одно, клеветники эти, хулители, Господи, ну, прими их, чтобы на суде им это не было поставлено, виноват. Для меня это награда, меня Бог еще трясет, перетирает. Я уже перетертый, пережаренный, но мне еще не хватает вот этого, потому что поношение, это страшнее болезни, Златоуст говорит. Иов перенес потерю десятерых детей, проказу, а упреки друзей не мог вытаскивать. Как это страшно, трудно. А мне Бог дает, я переношу это. Переношу. И поэтому, да будут благословены мои все гонители. Да, слава Богу за все. Слава Богу за все. Это слова Златоуста, когда он был веревкой привязан за шею и шел на ссылку. И в каждом томе, эпиграфом взято на первом титульном листе. Слава Богу за все. За все. Вот. 6.18. Первое. Фессалити самоговорит. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божьего Христе Иисусе. Такова. Он меня избрал на это. Я узнал, почему. Потому что редко можно найти человека, сколько бы так поношения. Но самый поносимый, это Григорий Ефимович Распутин был. Но на мою долю, это сколько их таких достается. И при том, ни одного упрека в мой адрес справедливого нет. И ни одного. Я никакого отношения не имею. Но люди-то некоторые не знают. Узнал, отошел, там и проще. Это ничего не значит. Бог разберется. Никогда не спорь. Он любит меня. Спасибо вас, Христос. Слава Христу. Все, тогда будет еще вопросов еще где-то. Ну и я не думаю, что у вас много сейчас-то будет. Опять сначала выйдите в писемном виде. Я как раз в эти... Вот перед отецом. Мне сейчас уезжать надо. Я тут целую эпопею затеял. Найти всех, кто мне когда-то помогал. Директора заводов, там университетов. И сейчас меня развозят. Я всем дарю книги. И встречаюсь с ними, говорю, я несказанно разбогател. А у меня пенсия 6 тысяч, 275 рублей, 3 копейки. Да, я смотрю, что она... Представь себя. Представь, а издать-то сколько? Я сегодня только осознался. Я говорю, фактически нынче я истратил в деревне за 4 месяца примерно 650 тысяч. Вообрази. А приехал, у меня ни рубля не было. В деревне нахожусь. И Господь так сделал. Как открыл небо. За что? За то, что платим десятину. Но ни копейки я не съел, ни пропил, ни спрятал. Ни копейки. И все, при том, кому рассчитываюсь, бульдозеристы там, везде у меня все заснято и выставлено. Я захватил интернет. Меня никто не упрекнет в этом. Я на своих ресурсах, по чужими, поношения не даю. Разбора не... Ну, ни клевещу ни на кого. Один раз сказал, и отвалился в сторону. Почему-то вот их ролики, это я пробовала смотреть. Очень тяжело. Такой мрачный дух. Пустое все. Это злобный дух. И поэтому там ничего не может быть такое, чтобы облагораживало. А я начал сейчас прояснение роликов, которые нападают. И там все зашаталось. И люди говорят, так они против себя выходят выступали. Я предупреждал, не трожьте меня. Они не послушали. Теперь я начинаю им отвечать. У меня на все ответ есть. Почему? Потому что к ним у меня претензий нет никаких. Совершенно. Никаких. Только одно, чтобы не забывать молиться. У меня нет ни одной молитвы, чтобы я их не помнил. И днем, и ночью. Я обязательно их вспоминаю. Господи, прости их. Они не знают, что творят худо. Не знают. За каждую душу, которую они уводят во тьму, они будут отвечать очень и очень строго. Прости им, Господи. Игнарий Тихонович, помолитесь за нас. Я молюсь за всех, кто обращается. Благословит вас Господь. Прости Христос. Аллилуйя. С Бога.